Качественное управление жилым фондом. Так в четырех словах можно обозначить их основную задачу. Но сколько за этой короткой фразой для нас, жильцов многоквартирных домов. Переступая порог своей квартиры, мы уже начинаем оценивать комфорт, состояние стены потолков подъезда, очистку крыльца от снега, внешний вид контейнерных площадок и другое. За 10 лет сделано много, и это бесспорно. Но впереди другие серьезные задачи. Какие, поясняла моя коллега Татьяна Журавлева. Опасно свисающий снег на козырьке крыши или налить на крыльце дома. Завоздушилась батарея или, что еще хуже, прорвало трубу. А если все и сразу? А если ночью? Будни этих профессионалов порой непредсказуемы, но они всегда на посту и готовы прийти на помощь. Аварийная служба у нас, что здесь, что в поселке Салимал, работает на круглосуточной основе. То есть круглосуточно мы принимаем звонки. А наши ребята, которые обслуживают поселок, с 7 часов утра они уже на работе, они уже ходят, собирают мусор, чтобы наш поселок был красивый. 98 сотрудников Ямальской управляющей компании в Ярсале, Сюнаисале и Сальмале вот уже на протяжении 10 лет выполняют сложную, но такую важную работу. Их старания всегда на виду. За прошедшее десятилетие и с этим невозможно не согласиться, поселки изменились до неузнаваемости, и это в том числе заслуга Яук. Уже никого не удивишь тем, что вернувшись из очередного отпуска в конце лета, вдруг не узнаешь свой подъезд. Свежая краска на стенах блестит, потолок пышет белизной, плинтуса улыбнулись. И от того возвращение домой становится еще более приятным. Косметические ремонты в подъездах, восстановление детских площадок, покраска бордюров, заборов, уборка мусора – это лишь малая часть того, что делают для нас всех, сотрудники управляющей компании. Ямальская управляющая компания 10 лет, она занимается очень ответственной работой. Под ее, так сказать, управлением находятся на квартирные жилые дома в селе Ярселе, в селе Салемал, вывоз ТБО и ЖБО в селе Ярселе, ну и содержание территории поселка Ярселе. То есть уборка территории, то есть их ежедневный труд мы видим каждый день. Жизнь не стоит на месте. Вот и Яук старается идти в ногу со временем. Для удобства жителей работает официальный сайт. Здесь можно найти новости ЖКХ и самой компании, задать интересующий вопрос или записаться на прием. Кроме того, в разработке еще один полезный для населения ресурс. На перспективу то, что мы сейчас разрабатываем новый у нас идет проект, он еще пока в разработке, но надеюсь, что скоро он вступит в силу. Это мы запускаем диспетчеризацию наших ребят, нашей аварийной службы. То есть это уже будет непосредственно. Но когда это все запустится, на каждый телефон придет смс-ка. То есть чтобы человек зарегистрировался в личном кабинете и уже не надо будет, возможно, будет уйти от телефонных разговоров. То есть это можно все даже через телефон отправить смс с заявкой. И это все отобразится у нас на пульте и ребята начнут уже работать. Проект по диспетчеризации в разработке. Пока же аварийно-диспетчерская служба «ЯУК» работает, как и прежде, в предлосуточном режиме. Экстренный номер 308-83. Но и все-таки в юбилейный год хочется пожелать всем нам, наверное, поменьше аварийных ситуаций, спокойных и солнечных дней. Конечно, хотелось бы поздравить весь наш коллектив с десятилетием. Конечно, хочется пожелать и сказать всем огромное спасибо за работу. За то, что в наших таких непростых климатических условиях ребята работают. Ребята делают наш поселок чище, красивее. Огромное им спасибо. Ну и хочется пожелать на будущее перспектив, удачи, развития. Потому что, конечно, не все сделано с того, что задумалось. Еще очень много впереди работ. Потому что, конечно, в любой работе есть недочеты. Но мы стараемся их устранять. Пытаемся сделать работу лучше, наладить работу с населением. Чтобы, ну, в первую очередь, наши жители комфортно проживали в своих домах. Поздравляю коллектив Ямальской управляющей компании с юбилеем. Желаю им и их семьям крепкого здоровья, успехов творческих им во всех начинаниях, надежных партнеров, ну и всего самого наилучшего. Татьяна Журавлева, Владимир Беленко. Специально для Ямальского телевидения.